Ты хвалишься такую вещью, которую червь производит и истребляет. Приобрети, если хочешь, одежду, которая соткана из предметов горних. Чудное и светлое одеяние, ризу, воистину золотую. Только это золото не принадлежит к числу металлов, которые выкопаны руками преступников, но рождаются от добродетели. Если обличемся в эту одежду, которую устрояют не бедные люди и рабы, а сам Господь, но ты скажешь, что одежда эта испещена золотом, и какое это имеет к тебе отношение, ибо все удивляются устроившему ее, а не тому, кто в нее облекается. Потому что в самом деле первый достоин удивления. Подобно тому, как и относительно обыкновенной одеждой мы удивляемся, не дереву, на котором одежда развешивается в мастерской, но тому, кто трудится в устройстве ее, несмотря на то, что дерево носит ее, и она развешивается на дереве. Потому что как та, так и другая развешиваются не по нужде, а для пользы самой же одежды, чтобы, как говорят, вытрясти из нее пыль, чтобы не ела моль. Не крайнее ли после всего будет это безумие, так много заботиться о том, что не имеет никакого значения, придумывать для этого всевозможные средства, поглублять собственное спасение, забывать о гиене, досаждать Богу, презирать алчущего Христа. Что еще сказать о драгоценных ароматах индийских, аравийских, персидских, сухих и влажных, о мастях и благовониях, приобретение которых содеяно с большим и беспокойными издержками? Зачем ты, жена, умащаешь тело свое, внутри исполненное нечистот? Зачем разоряешь себя для вещи зловонной? Ты поступаешь так, как если бы кто благовонную масть бросал в грязь или бальзамом стал обливать кирпичи. Есть, если хочешь, ароматы, есть благовонная масть, которой ты можешь умачивать душу и которая приносится не из Аравии, а с самого неба, которое покупается не на золото, а благим расположением воли и непрестанную верою. Купи себе этого благовония, запах которого может наполнить собою всю вселенную. Он распространяется от апостолов. Ибо мы Христово благоухание Богу, говорит, спасаемых и погибающих. Вторая карифма, вторая глава, 15-16 стихи. Что же значит это? Говорят, будто свинья задыхается от благовония. И не только тела апостолов, но и сами их одежды источали воню духовного благоухания. Ибо такое благовоние истекало от одежды Павловых, что они прогоняли и демонов. Неужели благовоние это не было приятнее и полезнее всяких цветов, всяких прямых корней и всякой благовонной масти? Если оно прогоняло демонов, то чего еще другого оно не могло сделать? Будем поэтому приготовлять эту благовонную масть, а приготовляет ее благодать Святого Духа посредством милостыни. Воню этого благоухания будем источать, когда отойдем туда и привлекать ею к себе святых. И подобно тому, как здесь намощенные благовонием всех привлекают к себе, и когда войдет кто-либо истощающий благоухание в баню или в церковь или в какое-либо другое многолюдное место, тогда все приближаются к нему, всех привлекает он к себе. Так точно и в том мире, когда войдут туда души, от которых будет истекать воня благоухания духовного, тогда все будут объяты удивлением и все посторонятся. Даже здесь к этой душе не демоны, никакой бы то ни было порог не смеют подойти и пребывать с ней, ибо они задыхаются. Будем поэтому окружать себя этими благоуханиями. Одно благоухание распространяет о нас такое мнение, что мы изнежены, а другое, что мы мужественны и постоянно достойны удивления, и дает нам великое ревзновение. Это благовоние не на земле произрастает, а рождается от добродетели. Оно никогда не увядает, а всегда цветет. Оно соделывает достойные мои уважения тех, кто обладает ими. Им помазуемся мы, когда принимаем крещение. Тогда от нас истекает приятное благоухание. А чтобы и потом мы источали это, зависит уже от нашего рачения. Потому в древности священники и были помазуемы миром, дабы показать в этом знамение добродетели. Ибо священник должен источать приятное благоухание. Господу нашему слава веки веков. Аминь. Слава Ивановичу Богу на земле, мир, человеку и благоволение. Слава Ивановичу Богу на земле, мир, человеку и благоволение.